Доброе утро! Сегодня мы говорим о крепких и дружных семьях. И тут снова хочется вспомнить героический поступок Ромы Кагадовского из Медельского района. В то время, пока родители отлучились, случилась беда, и мальчика спас брата из огня. Но о том, как все-таки важно не оставлять детей без присмотра, мы сегодня поговорим с нашей гостьей. В студии официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. Ольга, доброе утро! Случай, о котором мы говорим у всех на слуху сейчас. Старший брат, вы не с младшего из огня. Эта ситуация всем доказывает нам, что оставлять детей, конечно же, опасно. Вот что вы скажете, какую работу вы проводите с населением по, собственно говоря, профилактике гибели детей в огне и вообще избежания подобных случаев? Доброе утро! Конечно же, мы, безусловно, проводим работу по обучению не только взрослых, но и детей правилам безопасности. И для детей у нас сделан особый акцент и особое направление выделено, собственно. И с каждым возрастом мы работаем абсолютно в разных форматах. И мы говорим о том, что маленькие детки, к примеру, до 5-6 лет усваивают информацию посмотреть, потрогать ручками. Чуть более старшие, которые способны усваивать. Мы даем им знания, потому что именно в этот период времени они впитывают информацию как губки. Уже те, кто постарше, и которые могут иногда козырять, что они молодцы, интересные, мы предлагаем для них конкурсы на основу безопасности жизнедеятельности, где они могут проявить и творческие способности, и, собственно, и физические способности, и таким образом приобщаться, в том числе и к нашему движению. Ну, очень важно, чтобы в экстренной какой-то ситуации вот этими знаниями, которые вы даете, дети воспользовались. Потому что иногда в такие моменты наступает совершенно какой-то другой ступор, конечно, у взрослого человека, не говоря о детях. Не так давно у нас был случай на Каменогорской. В квартире находилось два ребенка, семьи 11 лет. И в какой-то момент в спальне начался пожар из-за короткого замкания электропроводки. Один из мальчиков не растерялся, позвонил в МЧС, и диспетчер рассказала, как им покинуть дом. И к прибытию работников МЧС, собственно, они уже были в безопасности. Поэтому, да, действительно, дети порой даже больше знают, чем взрослые, потому что они понимают, что это важно и нужно. И, в свою очередь, они, возможно, еще на данный момент не обременены какими-то тяжелыми жизненными ситуациями и заботами, которые, собственно, отвлекают от важного понятия, которое, безусловно, является залогом, вот, собственно, жизни, этой безопасности. А вот вы говорили короткое замыкание на Каменогорской, да, случай. А вообще, что чаще всего становится причиной пожаров в жилых помещениях? Статистика показывает, что наиболее частой причиной возникновения пожаров в жилье является незнание либо пренебрежение правилами безопасности. Это тот самый человеческий фактор, тот самый случай, когда это меня не касается, либо меня это ни в коем случае не застанет и является причиной возникновения происшествий. А страдают в них, в том числе и дети. Но все-таки причины, вот именно, может быть, конкретные случаи, да, вот, там, проводка, замыкание, может, это зарядное устройство, телефоны оставленные, обычно, знаете, мы в розетке оставляем, телефон сняли и ушли. Вот если мы конкретизируем им на случай... Да мы телевизор не выключаем вообще. Ну, так, конечно. Кстати, телевизор надо выключать, потому что это не тот прибор, который предназначен для абсолютно длительного использования. То есть если у нас горит огонечек на телевизоре, там, лампочка, что он просто выключен, на самом деле это не есть правильно, нужно достать из розетки и убедиться, что все безопасно. Но из актуальных причин и проблем есть очень показательный случай в Минске, который, собственно, показывает реально проблематику ситуации и последствия, которые могут быть. В феврале месяце на улице газеты «Звезда» произошло возгорание. И, собственно, причиной являлась неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, к счастью, был спасен, тоже не пострадал. При всем при этом сильное задымление от пожара создавало угрозу жизни и здоровью людям, которые находились на вышележащих этажах. И поэтому работниками МЧС было 12 человек эвакуировано и спасено при помощи специальных массов для спасаемой семьи с двумя маленькими детьми. Поэтому это тот самый случай, ситуация, когда люди, которые соблюдают правила безопасности и знают, как себя вести, к сожалению, тоже подвергаются и могут, собственно, быть в риске этой ситуации. Поэтому надо обращать внимание и на соседей, на то, как они себя ведут. Но ведь в большинстве случаев сотрудники МЧС успевают спасти пострадавших, правильно? Да, безусловно. Бывают, к сожалению, ситуации, на которые мы не можем повлиять, потому что ночью, к примеру, большой риск позднего обнаружения возгорания. Логично, что дым в квартире не всегда могут обнаружить, да и люди, которые спешат домой поздно ночью, не часто-то и смотрят в окна соседей. Поэтому есть нюансы. Но, безусловно, мы работаем на то, чтобы максимально быстро и оперативно спасти людей, предотвратить ущерб серьезный и, собственно, оказать помощь. Ну, а если говорить не только о пожарах, с какими чрезвычайными ситуациями чаще всего сталкиваются дети? Дети – это те самые любопытные люди, когда им надо все потрогать, все изучить, все посмотреть. И если мы говорим только по вопросам МЧС, то часто мы выезжаем на помощь. Снять колечко, либо достать палец из замка, либо из дверной отверстия, либо из маленькой игрушки. Потому что часто бывает, что даже игрушки являются причиной, собственно, проблемы у детей. Ну, знаете, еще вот Дмитрий Рябов напророчил с начала следующей недели хорошую погоду. А мы знаем уже не первый год, как только становится тепло, учащаются случаи выпадения детей из окон. Поэтому, я думаю, сейчас нужно предупредить родителям и на это тоже обратить внимание. Ну что ж, вам спасибо за беседу. Но я напоминаю, что это утро с нами провела официальная представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!